Полина Владимировна, добрый день. Добрый день. Ну, у нас такой хороший повод собраться, потому что получилось, что вашу многолетнюю бессонницу мы излечили за одну консультацию. Как это ни парадоксально, ни странно звучит, я сам порой удивляюсь своим способностям, ну и способностям моих пациентов. Давайте мы так вот расскажем, как вообще так получилось. Ну, и, может быть, начнем с самого начала. Расскажите про то, сколько у вас была бессонница до того, как вы мне пришли, и, в общем, как вы себя чувствовали при этой бессоннице? Три месяца началась жуткая бессонница. Никакие лекарства мне не помогали. Засыпала, точнее, ложилась в кровать в 11 вечера, усыпала только в 5-6 утра, и то с лекарствами или с уколами. Вообще абсолютно ничего не помогало. Обращалась к психологам, к психиатрам, к неврологам. Выписывали мне успокоительные средства. Психиатры выписывали антидепрессанты. Еще куча-куча всего. Но все было бесполезно. Апокалиптическую картину вы нарисовали, я скажу. Ну, может быть, мы даже еще немножко раньше начнем. Это уж так совсем финал был такой тяжелый. А помните, вы сказали, что когда у вас там некоторое время назад родился второй ребенок, как-то тоже он не очень хорошо спал, и вы часто просыпались среди ночи, и тоже, в общем, сон нарушился после этого. Да, очень часто просыпалась. Наверное, каждый час кормила грудью. Вот, сон был абсолютно нарушен. Вот, может быть, это вот как раз и спровоцировало мою бессонницу. Только через какое-то время уже. Ну да, а когда ребеночек родился у вас, вот второй? Второй родился в 20-м году. В 20-м году, да, то есть где-то 3 года назад. И потом вы говорили, что вроде бы сон получше стал, но полностью уже не нормализовался. Нет, все равно просыпалась ночью. Такой неспокойный сон был. И, в общем, наверное, тогда уже начали думать, что как-то вот как-то с сном не все в порядке, да? Ну да, да. А вот эта ситуация последняя трехмесячная, вы как-то говорили, что можно даже без подробностей, но какая-то череда стресса у вас тянулась, и вот в итоге привела к тому, что начали плохо спать, правильно? Да, были небольшие стрессы, наверное, как и у всех людей бывают стрессы. Ну то есть ничего катастрофичного, это просто какая-то такая полоса тянущихся стрессовых ситуаций, небольших, в общем. Да. А еще тоже такой вопрос, вот то, что мы говорили про вашу там молодость, юность, что перед важными какими-то мероприятиями вы, бывало, не очень хорошо спали. Как это вот, в чем это выражалось? Ну, могла спать, встать без будильника, тоже сон был прерывистый, плохо спала. Да, было перед важными мероприятиями, да, такое было. Ну и вы ко мне пришли на консультацию, помню, еще с поддержкой, так сказать, супруга, и, в общем, он так, когда вы все это в красках рассказывали, понимающий кивал, как все плохо. Да, вообще у вас такой молодец. Какая пришла к вам после бессонной ночи. Да, и, в общем-то, вы фактически, и я вам, в принципе, об этом рассказал, описывали развитие такой условно-рефлекторной бессонницы. Может быть, для наших зрителей я пару слов скажу. Когда у человека бывает предрасположенность, или так называемый реактивный сон, в ответ на какие-то проблемы со стрессом, человек плохо засыпает. Но когда это ситуационная штука, перед поездками, перед какими-то мероприятиями, ну, поспал плохо, ну, на следующую ночь посплю хорошо. Ну, вроде бы правильно, да? Но первый звоночек был тогда, когда у вас родился ребеночек, и у вас возникла тянущаяся ситуация. Ну, фактически, да, это прекрасно рождение детей, но все равно это стресс для молодой мамы. И тогда это уже нарушило достаточно длительно сон. А вот тут проблема. Если у вас больше трех месяцев, какой-то фактор, который реально нарушает сон, у человека начинает формироваться условный рефлекс с боязни не заснуть. Ну, сейчас вы, может быть, про это расскажете. Постель-бессонница. Негативное мышление и прогнозирование. Ой, я поспал сегодня плохо, завтра же посплю хуже. Дезадаптивное поведение. Я, как бы, вот, наверное, не поспал, поэтому лягу пораньше, встану попозже и попытаюсь добрать. И давайте вот мы на вашем примере разберем вот эти логические ошибки, которые вы совершали. Вот когда начались проблемы три месяца назад, с проблемами засыпания, вы шли и пытались заснуть? Да, пыталась заснуть, но потом уже боялась кровати, думала, сегодня усну или нет, как пройдет вообще ночь. И с каждым разом все становилось хуже и хуже. Вот, вот так. Ну, то есть вы уже шли к вечерам в кровать болеть? Ну, да, да, уже такие мысли были. А если еще просыпались среди ночи, первая мысль какая была, когда проснулись? Почему я не могу уснуть? Что со мной происходит? Не знаю, я уже думала, что умираю. Ну, слушайте, как бывает, катастрофизация нарастает, и человек думает, что это просто катастрофа какая-то, бессонница. Думала, как мои родные спят, смотрю на них, но вот как они засыпают? Почему у меня не получается уснуть? Да. Ну, и следующее еще. До бессонницы вы говорили, что вам хватало в постели 8 часов поспать. А на фоне бессонницы вы, вот мы когда уже пришли, мы говорили, что вы ложились там что-то в 23, вставали в 9.30. О, ужас. То есть получается, что вы в постели пытались лежать, но лежали в постели 10-10 с половиной часов. Вот, а зачем вы там столько лежали? Так вот, ну, с точки зрения не сейчас, как вы уже понимаете ситуацию, а тогда. Зачем так долго лежали? Чтобы добрать свои часы, хоть сколько-то поспать. Мне тоже казалось, что я вообще не сплю ночью, вообще просто без сна. И сколько так максимально вы могли вообще ночей не спать, по ощущениям? У меня было каждый день, так три месяца длилось. Ну, какое-то же время все-таки там, не знаю, поспали. Два недели перерыв, но потом с каждым днем все хуже, и хуже становилось прям вообще очень тяжело было. Ну, по ощущениям, вот в эту плохую ночь, что вообще не спали? Или там час поспали, два поспали? Ну, час, да, два, три. Так вот спала. Уже когда в пять, в шесть усыпала. А в девять вставали? Ну да. Ну да. Ну и что вы к концу третьего месяца думали по поводу перспектив, особенно с учетом того, что походили к врачам, и уже они не сильно помогли, и таблетки вроде не помогают, и антидепрессанты не помогают. Ну и как ваши были ощущения? Ощущение было тяжелое. Я вообще не знала, кто мне может помочь. Случайно в ВКонтакте наткнулась на рекламу, что есть такой врач-сомнолог, Гузенов Роман Вячеславович. Вот. Ну и сразу поняла, что надо ехать к вам. Прием. Далеко не дешевая у вас, но я сказала, что я не хочу. Да, да, да. А почему решили, что ко мне надо? Значит, мне уже никто не поможет. Уже все, последняя надежда была. А почему вы подумали, что я смогу помочь? Ну, вы такой уверенный в себе человек. Видео смотрела с вами на Ютьюбе. А что я там рассказывал в этом видео? Что еще раз? Что я там в этом видео рассказывал? Ну вот, видеоотзыв тоже девушки. Очень прям так окрылил, воду шевел. Окей. Ну и помню, вы пришли, мы, значит, поговорили, что нужно пройти обследование, полисомнографию, сдать анализы, заполнить анкетки. Ну, собственно, вы все исправно сделали, мы это сейчас еще обсуждаем немножко. Но, в частности, так как, в принципе, мне более-менее понятно был вот этот механизм развития бессонницы, я вам описал эту бессонницу. Да, вот вы так ощущение во время того, как я вам рассказывал механизм развития бессонницы, и вы говорили, о, да, это про меня. Да, вот, что вы почувствовали после того, как я вам все это рассказал? Позитивный настрой, хорошее настроение. Думал, у меня, наверное, все получится, может быть, дольше времени понадобится, может быть, у меня не за шесть недель это все пройдет, а за восемь. Что программа шесть недель длится так, в общем-то, да? Ну, и вот вы с сознанием того, что у вас есть условно-отрицательные рефлексы боязни не заснуть, то, что у вас негативное мышление, то, что вы перележиваете в постели, и я помню, я вас отпустил тогда, ну, после первой консультации, фактически, с планом обследования, но мы о нем еще поговорим, но в то же время, что я вам там порекомендовал, сейчас посмотрю. А, ограничить время пребывания в постели даже не восьмью, девятью часами, помните, вы говорили, ну, как же так, я ж не буду спать, я ж не могу, как же ужас, ужас, но и вот вы пошли, и что дальше, расскажите. Приехала сразу после вашего приема, легла, как обычно, где-то в одиннадцать часов, и я уснула сразу, до самого утра, я проснулась только один раз вот в туалет, и все, я не знаю, как это вообще сработало, для меня это просто какое-то чудо, не знаю, наверное, я у вас самый рекордный пациент в вашей практике. Ну, я скажу, за последние годы, наверное, да, то есть у меня были пациенты, которые приходили через неделю, говорю, доктор, у меня как-то налаживается ситуация, ну, потому что я понимаю механизмы, я понимаю, что у них все так плохо, ну, так, чтобы просто после консультации и после трехмесячной бессонницы, когда вы вообще практически не спали, вы легли и проспали. Так, уже первый день уснула. Ну, то есть вы как бы легли и перестали бояться, я полагаю. Ну, наверное, да. А вы потом сократили время пребывания в постели все-таки? Насколько? До скольки? Ну, вот я ложилась сначала где-то, ну, полдвенадцатого, может быть, просыпалась восемь, наверное, восемь. Ну, то есть восемь с половиной часов где-то? Да, ну, бывало в девять просыпаюсь. А вот вы, когда еще ко мне пришли, вы аторакс принимали? Вы же ушли и что с атораксом? Когда у меня вот была жуткая бессонница, мне даже аторакс не помогал. Бывало помогал, но я не знаю, может быть, это самовнушение. Вот. Первую неделю вот после вас я еще принимала аторакс через день, а вторую неделю вообще без лекарств каких-либо. И все нормализовалось? Все нормализовалось, вот я уже третью неделю сплю без лекарств, без всего, усыпаю сразу, как ложусь в кровати, ну, за 15-20 минут. Ну, я немножко по обследованию скажу. Мы сделали полисомнографию, ну, потому что важно посмотреть, а что, собственно, со сном происходит. У нас там больше 50 болезней сна. И полисомнография показала, что у вас только очень длинное засыпание, но когда вы заснули, структура сна абсолютно нормальная. Соотношение стадий, циклов, микропробуждений, насыщение крови кислородом, то есть все, пока вы спите, у вас все идеально. Вот, собственно, нет никаких претензий, когда вы спите. Это первое. Второе, мы сделали анализы, и там, если не ошибаюсь, у нас витамин D только оказался понижен. Ну, то есть порядка 20, и это мы скорректируем, то есть это тоже потенциально может немножко ухудшать качество сна. Не критично, но какие-то дефициты нужно устранять. Ну, и по анкетке у вас там была такая шкала ХАЦ, некоторая тревога была. Ну, вообще, знаете, очевидно иметь тревогу после трех месяцев тотальной, фактически, бессонницы. Но, фактически, проведя обследование, мы увидели, что у вас ничего органического нет. Ну, за исключением маленького дефицита витамина D. И это как раз подчеркивало, что у вас классическая, так называемая условно-рефлекторная, или так еще павловская модель развития бессонницы. Еще раз с формированием боязни не заснуть, и человек уже идет в постель с ощущением, что он боится, а это еще больше себя накручивает, стресс, подскок давления, человек не засыпает, просыпается среди ночи, думает, о ужас, кошмар, я же вообще тут скоро умру. Да, ну и вот, а более того, начинает еще дольше лежать в постели, в попытках добрать, что еще хуже бессонницу становится, то есть становится сон мелкий, с кучей пробуждений. Смотрю постоянно на часы, сколько времени, сколько мне осталось поспать. И сколько же вы раз могли смотреть на часы? Я не знаю, это бесконечно было. Интересно, а при том, что вы практически не спали ночью, дневная сонливость у вас была? Ну, нет, я бы не сказала, нет. Ну, то есть не так, что вы там прислонялись к стеночке, засыпали, с книжкой засыпали, у компьютера засыпали. Я занималась спортом, с детьми гуляла, нет, никакой разбитости особо у меня не было. Ну, а вы же понимаете, что такого в принципе в природе быть не может. Ну, когда вы вообще не спите, а при этом нет дневной сонливости. Парадокс в том, что развивается при такой бессоннице феномен нарушения восприятия сна. Когда человек очень часто просыпается, у него пробуждения откладываются в памяти, а кусочки сна между этими пробуждениями исчезают из памяти, потому что мы не помним наш сон. Такой закрыл глаза, открыл уже утро, ну, если хороший сон, да? А если вы за ночь вот там 50 раз проснулись и посмотрели на часы, у вас ощущение, что вот темнело, вот тут супруг, понимаешь ли, спал такой безобразник, да? Вот тут дети в туалет бегали, вот тут птички пели, машины поехали, и вы вообще не спали. Правильно? Уже светло, солнышко встало, а я не сплю. Но интересно, что исследования показывают, что при таких бессонницах, если объективно посмотреть за человеком месяц, то он спит ровно столько же суммарно, сколько он спал до бессонницы, но он этого не ощущает. Но психологически это, конечно, человека очень дезадаптирует, то есть он просто думает, что он реально скоро умрет от этой бессонницы. Ну и сами представьте, тревога, стресс, ипохондрический синдром, ну то есть ужас, ужас, ужас. То есть человека ночь воспринимается как болезнь. Ну и, наверное, собственно говоря, почему так быстро получилось, у вас, слава богу, сама вот эта острая фаза бессонницы, она была три месяца. Ну у вас еще не было таких супер закрепившихся вот этих вот тяжелых рефлексов, которых нужно там выбивать, если так можно выразиться, ограничением сна, когда человек уже мучительно хочет спать, а все думает, что он не заснет и так далее. А вам, в принципе, вы поняли, у разумный человек, что оказывается, что это просто нарушение мышления и поведения, и с этим-то что там бороться? Можно не бороться, оно само по себе пройдет. И как только вы перестали с этим бороться, оно прошло. Вот вам... Это просто чудо какое-то. Вот так... Каждый день для меня праздник просто, вот просыпаюсь для меня праздник, что я поспала всю ночь. А готовы были, говорили, да, я готова шесть недель в программе, восемь недель в программе. Ну и рекомендуем некоторые... Да, но вот, видите, оказалось, что ничего не нужно, нужно наоборот расслабиться, и все хорошо. То есть вот так. И, может быть, я всегда спрашиваю, а знаете, а что бы вы посоветовали другим пациентам, вот с похожей на вас ситуацией, боязнь и заснуть, постель-терапессонница, вот... И люди часто думают, ну как, я сам не справлюсь, вот это ж надо таблетки пить. Знаете, самое ужасное, когда приходит человек, говорит, я ему рассказываю про когнитивно-поведенческую терапию, говорит, доктор, ну а что вы мне какую-чушь рассказываете, мне таблетку дайте, и я пошел. Вот какое-нибудь ваше напутствие, если можно. Ну, я хочу, чтобы никто не терял надежды, все поправимо, главное найти того самого врача, все будет хорошо. Вот, как замечательно. Ну что ж, огромное спасибо, собственно, я что, может быть, еще скажу, что я вам предложил, ну, может быть, вам уже и не понадобится, но на всякий случай, да, у вас так называемый реактивный сон. Ну, то есть потенциально, если какая-то будет стрессовая тянущая ситуация, то она может опять ухудшить проблему со сном, да. И есть техники повышения стрессоустойчивости, это как бы такой блок, который и в программе когнитивно-поведенческой терапии бессонницы я реализую, но и отдельно это блок, то есть прямо конкретно я учу человека, как справляться со стрессом, легче его переносить, не так на него реагировать. А если мы повышаем стрессоустойчивость, то, соответственно, нервная система более стабильна, и человек лучше спит, и меньше у него проблем с бессонницей. То есть, в общем, если и так будет все хорошо, да и слава богу. Ну, если как-то все-таки какие-то стрессы и что-то будет со сном, ну, как говорится, заходите. Может быть, вы там тоже справитесь не за там 3-4 занятия, а за одно занятие. Я вам расскажу просто, что делать. Вы начнете делать техники релаксации и стрессоустойчивости, и все будет хорошо. Вот, собственно говоря. Так. Ну что ж, огромное вам спасибо. Я тоже, знаете, очень рад. И хотя даже хочу сказать, что вот такие примеры меня... Вы говорите, когда вы ко мне пришли, вот такой уверенный в себе доктор. Так, а, собственно, что мне дает уверенность? Вот когда реально я вылечиваю пациентов с многолетними бессонницами, ну, конечно, не за один день, это, знаете, уже у меня крылышки отросли, не бы появился, если бы все так справлялись. Но реально я подавляющее большинство пациентов за те же 6-8 недель вылечиваю от многолетней хронической и неорганической бессонницы. Вот так. Ну и такой вот, можно сказать, идеальный пример того, как прекрасно может действовать когнитивно-поведенческая терапия. Ну что ж, еще раз большое вам спасибо. Надеюсь, это тоже будет одним из вдохновляющих видео для каких-то других людей, которые будут готовы побороться с бессонницей, причем без препаратов. Вот что чрезвычайно важно. Спасибо. Мама, спасибо. Буду благодарна просто вам всю жизнь. Ой, ну вот так не надо. Действительно была огромная проблема, с которой я не знала, как справиться. Это было мучение просто. Вот эти три месяца, это было мучение. Хорошо. Ну вы замечательно выглядите, улыбаетесь, веселые, довольные. Видно. Хорошо высыпаетесь, я скажу. Сейчас, да, сейчас абсолютная легкость, и все хорошо. Все. Спасибо большое, удачи и хорошего вам сна.